Саммит НАТО и Россия. Сплоченность мира против страны-террориста. Первая после мятежа появления на публике Герасимова и встреча Путина с Пригожиным. Кремль пытается показать свой полный контроль над ситуацией с мятежом. Так ли это? Встреча Путина с главой ЧВК длилась три часа. О чем так долго могли говорить? Почему Пригожин не в Беларуси, как это демонстрирует слабость Путина? Ведь выезд основателя ЧВК из страны был одним из первых условий после неудачной попытки госпереворота. Обсуждаем эти темы с оппозиционным политиком, членом Политсовета партии Парнас Натальей Пелевиной. Наталья. Здравствуйте. Итак, начнем с темы НАТО и России. Контакты между НАТО и Россией в настоящее время не осуществляются. Однако канал связи на случай необходимости остается открытым. Заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный полномочный посол России в Бельгии Александр Таковинин. Он, собственно, и является тем человеком, который держит вот этот контакт между НАТО и Россией. Если он не осуществляется, контакт, зачем тогда нужен канал, как думаете? Ну, это исключительно для экстренного некого случая. Это тот самый апокалиптический сценарий, о котором мы сейчас все чаще, к сожалению, вынуждены говорить. А вот для такого рода ситуации. Не более того. Понятно, что настоящих отношений сейчас между НАТО и Россией не существует. Хотя надо вспомнить в этот момент, наверное, стоит о том, что Путин в начале своего правления, в ранних 2000-х годах, был не против вступления России в НАТО. И он заявлял об этом неоднократно. И, в общем-то, вопрос об этом стоял. Потом вопрос рассосался, а дальше история направилась туда, куда направилась. Но сейчас этот канал действительно исключительно вот как, знаете, 0-3, когда звонишь в случае скорой некой помощи, да, когда ситуация какая-то совершенно за гранью. Вот для этого существует этот канал. Понятно, что даже после, как мы надеемся, скорого окончания войны никаких отношений с действительно теперь уже сильно окрепшим в результате войны, начатой Путиным НАТО, у России не будет. По крайней мере, ну, очень-очень долго. А как в России отреагировали на первый день вильнюсского саммита НАТО, на заявления, которые там прозвучали, как реагировала пропаганда и власть Российской Федерации? Ну, они, я думаю, были в основном готовы. У них были какие-то уже заранее, так сказать, проработанные в этом смысле тезисы и методички. Поэтому реагируют они, я так понимаю, более-менее спокойно. Ну, как они сейчас обычно реагируют на подобного рода мероприятия, которые указывают на то, что действительно мир сплочен против России? Ну, типа делают это, что хихикают. Что, типа, вот мы такие все такие в изоляции прекрасные, а они там типа ха-ха, ну, и нам и ничего, и не нужно у нас выпустить. Ну, вот по этой вот заезженной уже там, значит, рельсе они и двигаются. Как они отреагировали на то, что вот следующий шаг пока, к сожалению, НАТО не сделали о предложении в Украине, о вступлении? Здесь еще, я думаю, посмотрим. Я думаю, что немножко ерничество какого-то, я думаю, будет на этих каналах. Но это не имеет для нас с вами, мне кажется, не должно иметь никакого значения, что эти шапки лают. Да, но вчера Скобеева на своем пропагандистском шоу сказала примерно следующее, это не дословная цитата, но основная суть сохранена. Прилетел, значит, Джо Байден в Вильнюс, и Джо встречает его личный, будем его называть так, холоп, на уседа. Конец цитаты. Вы знаете, ну, уже давным-давно понятно, и стало это понятно, естественно, не 24 февраля 22 года, а намного раньше, что журналистикой на кремлевских каналах и не пахнет. Но для чего вот эти словесные изыскания? Во имя чего? Уже и так, кажется, Россия перессорилась со всеми, с кем возможно, и остались союзники, разве что в виде Ирана, КНДР, Сирии, Беларуси, со своими, как известно, очень сильными экономиками, демократиями, свободой слова и прекрасным уровнем жизни граждан. Все это в кавычках. Но зачем лишний раз отодвигать от себя возможность найти диалог? Ну, Скобеева, она вообще, так сказать, не дипломата, она диалог и особо не ищет, и она отрабатывает свои деньги. Это же тоже род Кремля, как и Соловьев, как и Киселев, как и Продин. То есть мы же понимаем прекрасно, что Скобеева, она не позволяет себе отходить от тех методичек, которые им присылают с администрации президента. Так я как раз хотела сказать это, что она использует ту лексику, которую использует сам Путин. Причем он начал, если вспомнить совсем далеко, в 99-м году, когда он был еще исполняющим обязанности, «Мочить в сортире». И за счет этой фразы он стал после взрыва домов в Москве, после этой фразы он стал популярен. До этого был никто из Ваттика, никак его никто не знал. И вот «Мочить в сортире» легло очень хорошо на российский народ. И с тех пор он, в общем-то, вот эту дворовую лексику использует постоянно. И часто опросы на протяжении последних времени было много, так сказать, понятия, какой фидбэк на это у российского народа. Большая часть российского народа на эту дворовую лексику реагирует очень хорошо. И эту дворовую лексику Путина переняли, переняли такая, знаете, полу-как по понятиям, полу-такая бандитская, вот это все там не такой замес. Переняли пропагандисты. Они считают, я так полагаю, что, ну, во-первых, они же действительно одна из голов Путина, где-то маленькая снизу, но между тем. А главное, что, видимо, они считают, что это лучше всего доносит мысль, лучше всего народ воспринимает именно так. Потому что какой-то более художественный язык, ну, так не донесет информацию до среднего россиянина, который, к сожалению, по-прежнему смотрит эти вот ужасные чудовищные каналы. Потому что люди нормальные, читающие, соображающие, давно выключили и выкинули телевизор просто. А те, кто смотрят, для них вот такие фразировки, такой фразологизм, он как раз работает вполне себе нормально. Ну вот, продолжая эту тему про работу на среднего россиянина, Дмитрий Медведев, например, комментируя Вильнюсский саммит, сказал, что Третья мировая уже ближе. Это россиянам тоже понятное? Они как бы с увлечением и восторженностью на это могут отреагировать? Для чего вот эти вот вбросы очередные? Ну вот с Медведевым, кстати, даже там со Стрелковым понятны функции, с еще какими-то людьми, понятно, с правогодистами, тем более. С Медведевым вот лично мне до сих пор ничего не понятно. Ясно, что там говорят, что он полностью спевается, ему там уже, ну, понятно, есть понятие деформации личности, да, у серьезных алкоголиков. Это имеет место, безусловно, потому что человек, который был, его называли айфончик, он был вообще жутко падок на все американское, и вообще такой весь был прозападный и либерал, позволю себе вспомнить, значит, такой еще аспект его прошлой или другой, можно уже сказать, жизни. И человек, который теперь вот это все озвучивает, представив себе, что это как бы нужно Кремлю, чтобы именно он это говорил, такой человек полубезумный на сегодня, ну, вряд ли. Вот он от себя гонит, ну и гонит, но при этом его не останавливают, потому что, может быть, в каких-то людей его риторика тоже как-то попадает, да, включая вот эту вот крайне экстремальную о Третьей мировой войне, вот эти безумные пугалки, как мы по всем будем бросать, там, куда он там говорил, мы бросим на Берлин, или куда он там говорил, ну, в общем, на какую-то часть общества это ложится, причем это все с такого пафоса, с такой вот мы же сильнее всех, мы всех победим, если так совсем в крупицу это сложить, значит, в одну маленькую, все его, эти, значит, потоки сознания, то главное, что мы прекрасные, мы на всех все сбросим, и все погибнут, а мы будем жить, и все у нас будет хорошо, вот так вот, если убрать весь остальной алкоголический бред. И я думаю, что, да, это тоже, тоже ложится, ну, на какую-то часть населения. О том, что происходит в связи с, до сих пор, как ни странно, в связи с несостоявшимся мятежом Пригожина, первое появление после, собственно, мятежа Герасимова, якобы, снова-таки, да, непонятно на сто процентов, насколько это соответствует действительности встречи Путина с Пригожиным через пять дней после мятежа, который подтвердил сам Песков, пытается ли Кремль таким образом контролировать, показывать, что ситуация под контролем, все вот в руках содержателя Владимира Владимировича, ну, и кроме того, что он пытается, получается ли это делать у них? Мое предположение, что он вообще не хотел Путин, не хотел, чтобы это стало публичным, публичным, потому что они встречались. Это уже произошло, ну, вопреки, мне кажется, его желаниям, потому что как раз единственный эффект от этого, который имеется, это показывает путинскую слабость, потому что, если выстроить немножко хронологию событий, в день мятежа он, значит, утром орет с выступлением, выступлений на всю страну о том, что это предатели, значит, они будут там наказаны и все остальное прочее. К вечеру уже не то, что не наказаны, а им позволяют там уехать, делают предложение уехать из страны в безопасное место без каких-либо последствий, без уголовных дел. Потом чуть позже мы узнаем, что Пригожину вернули все, что обнаружили у него там в складах и так далее, деньги, там эти самые сумки огромные с кэшем, значит, золотый слит и все остальное прочее. Потом еще выясняется, что Пригожина-то вообще даже не вынуждена была уезжать из страны, что ему нормально совершенно в Москве, его никто не трогает. Я по своим источникам знаю, что силовики, ну, там как бы доходит иногда косвенная информация, что силовики, ФСБшники, имеется в виду, были просто в бешенстве из-за того, что Путин не разобрался с Пригожиным, не позволил им разобраться с Пригожиным сразу. Разобраться, имеется в виду, ликвидировать довольно быстро его просто. Потому что действительно была ситуация, вообще просто выходящая из-за рамки для них. За 23 года путинского правления первый раз кто-то позволил так Путина растоптать, позволил себе это сделать Пригожиным. Причем публично, не просто на всю Россию, на весь мир, просто топтал на глазах у всех Путина. И после этого Путин ничего не предпринимает. ФСБ и другие силовики, которые, в свою очередь, другой блок от Пригожиным ненавидят тоже Пригожиным по своим причинам, ну, просто вообще в крайнем, будем так говорить, замешательстве были все это время. И тут еще выясняется, что он с ним встречался. Это, конечно, уже окончательно просто рушит вот имидж, который Путин создавал на протяжении 23 лет, что он, значит, жесткий, твердый, всегда, значит, всех накажет, кого надо наказать, особенно предателей. Он это из года в год повторяет, что для него самое страшное в жизни – это предательство. А тут четкое предательство. Собственно, он и сам так это и озвучил. И по предыдущим его действиям там люди были, которые работали на ФСБ или другие спецслужбы, которые уничтожались за рубежом. Там Литвиненко, Скрипалину тут выжил случайно и так далее. То есть там целый-целый вот список уже людей, которых потом даже настигает вот это его месть за предательство, да, Путинское. И тут вдруг выясняется, что он с этим человеком, который для него предатель, сидит за столом и что-то там еще, значит, решает какие-то вопросы. Это рушит вообще под ногами, мне кажется, Путина вот то, что он сам себе там ваял. Никакой, конечно, стабильности тем больше внутри Кремля и внутри силовиков. Никакой, конечно, вот этой вот монолитной, как казалось, как он создавал монолитный такой жесткий его характер. А вот все остальное упадет и разорвется и исчезнет, а вот он со своим характером стержнем будет стоять. Ничего нет, никакого характера, никакого стержня. И ясно, что здесь еще и не просто Путин крошится на глазах у всех. Тут еще и понятно, у него просто огромная зависимость от Пригожа. Такая большая, что все остальные его вот эти вот имиджевые, серьезные издержки, ну просто такое уничтожение Путина публичное сейчас, да, как личности сейчас происходит, что даже это идет, уходит на второй план. Видимо, настолько действительно он не видит без участия ЧВК Вагнер дальнейших своих действий в Украине, что вот пошел на такое. Видится это так. И люди, мне кажется, нормальные, считывают это именно таким же образом, как бы там Первый канал не пытался, значит, сказать, ой, это он делает, потому что он всегда пытается разобраться сам. Ну, придумали там, да, какую-то формулировку. Нормальные люди видят, что там просто все шатается, трещит и хочется верить, что скоро упадет. Вот, кстати, по поводу этого. 29 июня, в день, когда Путин встречался с Пригожиным, если это встреча была, пригожина и Путина, писала французское издание. Если бы Песков сказал, что Кремль не располагает такими сведениями. 10 июля, то есть еще две недели даже не прошло. На вопрос, встречался ли Путин с Пригожиным, Песков говорит, да, 29 июня они встречались. Но тут даже не о лжи Пескова, ну, поскольку ему не привыкать, это всем понятно. О том, что встреча Пригожина и Путина была, написало французское издание. Если бы Песков не подтвердил эту информацию, ну, кто бы из числа зрителей пропагандистских кремлевских каналов и чтецов, так называемых военкорских телеграм-каналов, кто бы вообще узнал о том, что написало это французское издание? Зачем тогда самому себе вставлять палки в колеса и делать подножки? У вас есть объяснение этому? Ну, здесь два варианта. Либо они понимали, что все-таки не только во французском издании появится эта информация. У многих журналистов есть источники в западных спецслужбах, которые, в свою очередь, разведданные получают, естественно, достоверные. И если бы еще несколько разведок и, соответственно, изданий западных это подтвердили, ну, тут уж было куда деваться, может быть, они из этого все-таки исходили. Поскольку встреча реально имела место, и вот оно бы дальше стало бы только масштабироваться, да, эти, значит, эта информация, эти подтверждения. Это одна составляющая. Вторая, что, может быть, у них там вообще нет никакой нормальной уже связи между собой. Даже у Путина с Песковым, который по-прежнему вроде как его говорящая голова, наверное, я думаю, что вот опять же это укладывается в пазл того, что у них там все в полном каком-то бардаке происходит сейчас, что, может быть, даже и не успевает какие-то моменты согласовывать или не имеет по тем или иным причинам возможности. Поэтому все эти, в общем-то, все эти вещи в общей большой картине нам с вами, я хочу думать, очень на руку. А как думаете, почему Пригожин не в Беларуси? Ведь якобы это было одним из главных условий о том, что его группировка уходит из России, перемещается на какое-то там время, не знаю, на какое в Беларусь. И вот как вы сказали, что предполагаете, что Путину выгодно, чтобы ЧВК «Вагнер» были в Украине, но из Украины их якобы тоже вывели, и они там, не знаю, в своих тыловых лагерях в так называемый ЛНР якобы сейчас обустраиваются. Что это? Как это показывает или не показывает слабость Путина? Ведь как бы заявлено, да, что вот ЧВК «Вагнер» вместе с Пригожиным отправляется в Беларусь. Теперь неизвестно, где вообще Пригожин находится. Ну, это в тот момент было сделано для того, чтобы разрядить ситуацию, сказать, что вот он такой вот этот, вот на тот момент и Путиным озвученный как предатель выглядело все это, подавалось людям все это как какой-то вообще страшный, вообще незаконный мятеж, и все эти они преступники, и к ним побежали на базу, в московские вернее офисы, находили, на камеру показывали все эти слитки и все остальное прочее. То есть такое вот было уничтожение Пригожина пока еще, так сказать, вот с точки зрения имиджевого, опять же, его присутствия. И все, как и я, предполагали, что в скором времени его, скорее всего, уничтожат и физически. И поэтому его присутствие в Беларуси казалось безумным каким-то, потому что Беларусь это такой отросток России, на сегодняшний день никуда не деться, и какая уж там особая безопасность для человека, которого сейчас ненавидит Путин. Поэтому мое предположение в первые же дни после мятежа этого так называемого было, что он улетит в Центральную Африканскую Республику, где у него база, где у него там люди, все у него там будет хорошо, и там до него будет труднее добраться ФСБшникам, которым уже, скорее всего, дали отмашку и его устранили. Ну вот выясняется, что все не так. То, что про Беларусь он там не оказался, я совсем не удивлена, потому что какая-то совершенно нелогическая была история. Такое ощущение, что просто вот так, ну, на то, чтобы, значит, сказать, что он не в России, все, вот сейчас он уже не в России, и дело закрыто. А то, что он там бы долго находился, логик не было в любом случае никакой. Но повторюсь, что я ошибалась по поводу ЦАК, да, потому что я думала, что он там справится вместе с какими-то командирами своими, и там будет отсиживаться, может быть, вынашивать следующий план. А тут выясняется, что он вполне себе по России катается. А вот в последние дни вот мы узнали, что он даже там тусуется в Кремле, значит. Ну, просто в корне меняет дело. Причем я считаю, что с точки зрения вообще раздрая путинского режима это очень-очень сейчас весомый фактор. И действительно там вот Кремль начинает постепенно, значит, ну, рушиться. Его, так сказать, вот эта вот монолитность, жесткость и способность долго продержаться рушатся на глазах. А уже роль самого Пригожина дальнейшая в войне. Но я думаю, что мы увидим, как это будет развиваться. К сожалению, конечно, хотелось бы, чтобы они туда и не вернулись, и чтобы война, естественно, закончилась. Но я думаю, что все-таки Путин еще постарается им воспользоваться, в связи с чем, может быть, и был такой длительный разговор. Если верить, что это трехчасовая была беседа, то вряд ли это о том, что ты сволочь, сам сволочь. Скорее всего, какие-то принимались решения. Да, в любом случае интересные вещи происходят во дворцах. Наталья, спасибо вам большое, что подключились к нам в такое раннее время с оппозиционным политиком, членом полицовета партии Парнас Натальей Пелевной. Говорили об отношениях России и НАТО. И о несостыковках во встрече, которая якобы, как утверждает Дмитрий Песков, произошла через пять дней после военного мятежа между Путиным и Пригожиным. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова